Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Перед началом данного видеоролика я бы вам всем, вот так сказать, досконательно и так далее. Но я думаю, вы все и так прекрасно понимаете, к чему я всё это веду. Arizona, Rollieplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить 300.000 вертов на руки своего игрового персонажа, находится в описании, вы таки заходите по IP-шнику описаний на Arizona Rollieplay, выбираете там, откуда вы узнали о проекте, выбираете от друзей, я, что ни на есть, самый настоящий ваш друг, вводите мой никнейм Данте Коннор, и только после этого, по достижению вами 5-го левела, в автоматическом режиме вы сможете получить целых 300.000 вертов на руки своего персонажа, после чего вы сможете много всего такого вот купить, и всего-всего прочего вы также сможете сделать, потому что, ну, это так. Наверное, у каждого из нас в той или в иной степени было такое, что вот вы прям занимаетесь чем-то на протяжении большого количества времени, прям делаете, делаете, оттачиваете свои навыки в том или ином ремесле, а потом вы таки смотрите и вообще не понимаете, что за говно я делаю, как я вообще, в принципе, могу вот что-то подобное, и это ведь главное вот моим продуктом, да, то, что я сделал, им пользуются люди. Как? Почему? Зачем? Ведь это же полнейшее говно, и в такие моменты вам кажется, что всё, что вы делали, это полнейшее говно, что у вас, знаете ли, нет какой-то аудитории, нет каких-то обожателей, вот всех прочих людей, которые могут смотреть, там, не знаю, ваши видеоролики, пользоваться какими-то вашими продуктами, серверами, там, я не знаю, клиентами, и вот такая вот тема, она сегодня коснулась Колкора, ну, как сегодня, наверное, он на протяжении уже большого количества времени испытывает, вот, знаете ли, все вот эти вот проблемы, когда, ну, просто действительно, вот он смотрит такой на то, что он сделал и понимает, что всё говно, в Samp037 играют только какие-то СНГ игроки, Samp03DL вообще не удался туда, даже англичане, да, и не пробовали заходить, и вот всё как-то, ну, вообще непонятно, я это всё к чему? Колкор в последнее время, прям, вы знаете, лютует, он прям удаляет вот форумные ветки Samp03DL, делает какие-то прочие вещи, то есть Samp03DL, там, уже сейчас нельзя вроде нигде скачать, там, как-то, вот, знаете ли, Absolute Roleplay распространяет, старается распространять все вот эти вот вещи, там, все вот эти вот оригинальные файлы Samp03DL, для того, чтобы люди могли зайти в этот самый Samp03DL, потому что Absolute Roleplay, он перевёлся на Samp03DL, и теперь подгружает какие-то там, знаете ли, вещи, и, наверное, поэтому все бонусные, ну, BRP-сервера используют мод Absolute Roleplay, потому что Absolute Roleplay, он как бы на Samp03DL, и, типа, люди такие смотрят, ага, а чё бы не скопировать, а чё бы не сделать вот то да то, и вот всё наподобие этого происходит. Вот, и Калькор недавно, вот вы знаете, отмочил такое, он, так сказать, сейчас вот прямая цитата, «На самом деле нет единого сообщества Samp, у каждого проекта своё собственное сообщество», то есть это прям, ну, насколько возможно, да, там, перевод с английского, вот этого, знаете, английского, вот этого, ангельского, да, вот, и так далее, ну, вот этого пиндосского языка, вот, насколько возможен максимально точный перевод из максимально желтушного хуёвого издания, тем не менее, ладно. И вот Калькор, действительно, вы представляете, столько лет работал над Samp, там, с какого, с 2006 года, и сейчас говорит, мол, что у Samp нет никакой единой аудитории, и, разумеется, с ним не согласиться нельзя, потому что у каждого сервера своя аудитория, но вот эта вот аудитория, она непосредственно, она же находится в самом Samp, и получается, что это аудитория самого Samp. Да, из этой аудитории самого Samp есть люди, которым там вообще похуй на Samp, на то, как он работает, на то, а чё там с ним происходит, они плей нажимают, у них в игру заходят, они играют, как бы, им всё, им всё остальное не важно. Есть люди, которые прямо очень сильно интересуются тем, чё там в жизни Калькора происходит, чё там с новой версией GTA Samp, к таким людям можно отнести Brothers and Company, хотя он, наверное, не по своей воле всё это делает, потому что, вы знаете, Brothers and Company, он такой, он рекламку там в каких-то моментах любит вставить достаточно сильно, чтобы там, знаете ли, подзаработать денег, и там выпускают уже, я не знаю, 5-й, 10-й, 15-й видеоролик про Калькора, где рассказывают там про его жизнь, и всё это как-то, знаете ли, с одной и той же превьюшкой. Почему, зачем, нахуя так происходит, непонятно, но вот именно так сейчас у Калькора там и у всех прочих людей происходит, вот. И, ну, как-то это, ну, не особо-таки понятно вообще, почему всё это именно так и происходит. Хотя непонятно, понятно, что Калькор уже там, разумеется, если заниматься каким-то одним делом на протяжении 10 лет, то вам, разумеется, уже надоедает всё это, и кроме какой-то финансовой выгоды вы уже не видите того Запалма, Запала, Запалма, не знаю, который у вас был раньше, когда вот только вот начинали всем этим заниматься. И у Калькора видно, что он уже в последнее время вот как-то, ну, неактивно всё это делает. Новая, последняя там, новая версия Сампа была в каком-то, 2015-м году, и не считая 0.3DL, потому что 0.3DL толком за версию-то нельзя считать, но вот кто на ней играл, объективно. Кто играл на версии Сампа 0.3DL, там, какие-то игроки Абсолют Ролиплей, там, возможно, ещё какие-то вот эти вот, знаете ли, умственно отсталые дети, а ещё, возможно, там, какие-нибудь малолетние дебилы, да, и вот многое другое. А так-то на версии Сампа 0.3DL никто не играл. Вот у Калькора, понимаете, он так вот на всё это смотрит, что онлайн в Сампе с каждым годом падает, 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 уже там люди начинают засматриваться на МТА, там, возможно, на КРМП, не дай бог. Разумеется, что маловероятно, что вот когда-то МТА, там, или КРМП, блядь, не дай бог, смогут обогнать Самп по количеству одновременно играющих игроков, потому что это, в принципе, просто невозможно в КРМП играть какие-то русские дети, там, с синдромом вот этим, вот, знаете, АОЕ, когда хочется максимально какие-то там русские машины, русские тачки, русский автопром, чтобы прямо всё было вот максимально прям вот по-русски, реально, чтобы всё было по-русски. Там, знаете ли, английские песни вот эти вот не слушаются уж и только русские песни, реально наши и отечественные, там, кто Миша Маваши, вот это вот Гуф, там, Птаха, я не знаю, Димаста, вот это вот и все прочие вот эти вот, знаете ли, люди. Вот, и то есть ты так вот на это вот на всё смотришь и понимаешь, ну, Калькорн действительно, ну, что-то вот он уже сдаёт позиции, и вот пора бы уже нанимать каких-то, знаете ли, свежих кадров, да, вот в эту вот разработку GTA Sampo. Разработки там на самом деле никакой нет, то есть Калькорн, знаете, он как какой-то ютубер, там, есть у него настроение, он делает вот эту вот самую разработку, там, какие-то новые версии Sampo дорабатывает, всё прочее делает, вот. И вот многое-многое другое, однако, однако, вот, но этого недостаточно, то есть, ну, что вот последнее самое масштабное выходило, непонятно. А сейчас многие говорят, что, мол, выходит новая версия, там, Sampo 0.3.9 или ещё какая-то там, вот, в которой там добавят какие-то новые скины, и вот что-то какие-то там аналоги с МТА появятся, но это, знаете ли, это тоже абсолютно такие, ну, вот, непонятно, будет, не будет. Это Калькорн такой человек, что он сегодня сказал, завтра свои слова назад забрал, завтра там уже, блядь, грозится судебными разбирательствами людям, которые там брали у него какие-то наработки мода, кода и всего-всего прочего, то есть, как-то там вот так вот всё это происходит, и вот как-то так там всё вот это вот делается, да, то есть, ой, и вот как-то, ну, вот, непонятно вообще. Калькор, зачем, нахуя, для чего всё это делать? Ну, непонятно, абсолютно точно непонятно, однако, ну, вот, всё, все предпосылки есть к тому, что Калькорн уже, видимо, хочет как-то уходить, то есть, вот эти вот, знаете, депрессивные штучки, где уже там, знаете ли, у Sampo нет аудитории, у Sampo нет какого-то единого комьюнити, у каждого сервера там своя аудитория, свою комьюнити, конечно же, отчасти это правда, да, но вот когда, знаете ли, человек, который разрабатывает Sampo таком, о чём-то заявляет, то это уже повод задуматься, как мне кажется, потому что человек, который доволен тем, что он делает, который реально радеет за разработку, или как это, блядь, слово, который реально, вот, знаете ли, потеет за всю вот эту вот разработку, а думает, что всё должно быть реально вот по жести сделано, вот, и так далее, Бля, то есть, ну, понятно, что он, как бы, что можно сказать, что он вот так вот всё и делает. Но, опять же, ну, фиг знает, фиг знает. Поживём, увидим, будет ли там вот это, знаете ли, новая версия сампа, я ставлю, что нет, потому что Калькор, блядь, ну, недавно буквально заявлял, что всё, как бы, разработка сампа закончена, прекращена, ничего более, там, такого, знаете ли, не будет, что ничего там, реально, ничего не стоит ждать, что всё, я ухожу, я устал, реально, там, версия 0.3DL, всё, она убыточная, на ней, они играют люди, потому что она, наверное, не стала основной версией, да, на неё не стали переходить сервера, и там, они стали какие-то прочие вещи делать, ну, потому что она не обзавелась популярностью толком-то, блядь. То есть, не объяснили людям, что можно с этими возможностями делать, а с этими возможностями можно такое делать, можно таких дел наворотить, но, к сожалению, всё вот так вот. Вот, несмотря на всё это, многие 0.3DL проекты до сих пор продолжают распространять вот это, вот, знаете, клиент сампа 0.3DL, и вы сможете, как бы, скачать, там, если вы хотите что-то там такое сделать. Можно будет потом вообще эксперимент провести через где-то годик и так далее, зайти в самп.0.3DL вот с этих вот файлов, которые сейчас скидывают все вот эти вот люди, если поддержка там как-то не будет прекращена, вот это вот самп.0.3DL, можно будет зайти и вообще посмотреть, чё там, как, как себя люди чувствуют на вот этой вот, знаете ли, на вот этой вот штуке всей, да, и вот многое-многое другое. В общем-то, на этом, я думаю, что уже можно и заканчивать данный видеоролик. Непонятно, что дальше будет с сампом, непонятно, что дальше будет с Калькором, но то, что у него там, знаете ли, какой-то творческий кризис, творческая депрессия и все прочие вещи, об этом можно сказать прям с вероятностью, ну, наверное, процентов 95, 80, там, 5, ну, как минимум 50% тут точно есть, поэтому я думаю, что всему этому в той или иной мере можно верить. Так вот, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов, находится в описании под данным видеороликом. Субтитры создавал DimaTorzok